Эфир Амурского областного продолжает новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте и коротко о главных темах этого дня. Приграничное сотрудничество России и Китая. В Благовещенске предприниматели двух стран обсудили деловые проекты в разных сферах. Требуются доноры. Амурской областной станции переливания необходимо пополнить запасы первой отрицательной группы крови. Я бы в токарь пошел. Как идет набор абитуриентов в среднеспециальные учебные заведения Благовещенска? Медаль за любовь. В Благовещенске наградили супругов, которые прожили вместе более 25 лет. Приехали на Амурский берег. В Благовещенске впервые проходит детский этап Кубка России по шахматам. Ну а теперь подробнее об этих и других темах выпуска. Начнем с пожароопасной обстановки. В Приамурье ликвидировали два природных пожара в районе сел Серебрянка и Нижний Бузыли Свободненского района. Сейчас в регионе действует еще 69 природных возгорания. 25 из них находятся в труднодоступной местности. 15 пожаров локализованы на общей площади более 11 тысяч гектаров. На тушение огня задействовано около 500 человек. Больше всего в Зейском и Селемджинском округах. В основном огнеборцы передвигаются на вездеходах и снегоболотоходах. С воздуха работу контролируют летчики-наблюдатели. Амурская область наращивает товарооборот с Китаем. К примеру, экспорт сельхозпродукции в КНР за два года вырос на 70%. В рамках бизнес-миссии в Благовещенске прошли переговоры предпринимателей двух стран. На встрече обсудили деловые проекты в самых разных сферах – торговле, логистике, энергетике, добыче полезных ископаемых, туризме. Продолжу тему Юрий Камышный. Китайская делегация, посетившая Преамурья, достаточно представительная. Сразу 20 компаний из трех провинций проявили интерес к нашему региону. Среди участников и концерны – гиганты с миллиардными оборотами. И небольшие фирмы, которые на внутреннем рынке КНР уже считаются перспективными. Компании из провинции Хэлудзян высокого уровня. Некоторые из них являются государственными компаниями с оборотами более 100 миллиардов юаней. Они заинтересованы в инвестициях и в построении цепочек поставок. Компании из провинции Гуандон являются меньше, но при этом они сфокусированы на высоких технологиях, потому что мы также ищем возможность для продажи высокотехнологичных товаров в Амурской области. Бизнесменов из Поднебесной в первую очередь интересует Амурский аграрный комплекс. Это и экологически чистая соя, проекты в животноводстве, а также переработка продукции. Иностранные гости готовы инвестировать и в добычу полезных ископаемых, а также в лесную промышленность. Точек для взаимного сотрудничества у Амурской области и КНР более чем достаточно. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, город Благовещенск Амурской области становится центром российско-китайского делового сотрудничества федерального уровня. Для этого мы развиваем новые транспортные коридоры, реализуем совместные проекты в логистике, газохимии, сельском хозяйстве, наращиваем объемы в приграничном туризме и проводим яркие мероприятия в экономике, культуре и спорте, аналогов которых нет в мире. Уверена, что сегодняшняя встреча станет очередной эффективной площадкой общения бизнеса регионов двух стран и возможностью для новых точек роста. Одна из динамично развивающихся сфер взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами – это туризм. Амурчанам есть что показать нашим соседям. Крупнейшие стройки и предприятия, уникальная природа, но особым интересом у китайских путешественников пользуется краеведение. По результату 2023 года мы стали третьим регионом в стране по приему китайских туристов после Питера и Москвы. И это, конечно, вообще колоссальное достижение. Ну и на сегодняшний момент мы видим прирост, мы видим спрос. И мы видим спрос не только на шоппинг, но и на изучение нашей ментальности и нашей культуры. Это очень радует. В свою очередь в Преамуре многое делают для создания оптимально выгодных условий сотрудничества с китайским бизнесом. Это и налоговые преференции для резидентов ТОР, создание удобных логистических коридоров. Взаимодействуют предприниматели и в рамках Амур-экспо-форума. Главное, чтобы двустороннее сотрудничество положительно влияло на развитие страны и Амурской области. Юрий Камышный, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. Губернатор Василий Орлов встретился с новым руководителем Хабаровской таможни. С 25 июня эту должность занимает подполковник таможенной службы Дмитрий Ковалев. На встрече обсудили меры для ускорения таможенных и контрольных процедур на пунктах пропуска региона, а также кадровые вопросы в связи с внедрением новых транспортных переходов. Амурская область очень перспективна с точки зрения международного сотрудничества. И здесь на нас с вами особая возложена ответственность за то, чтобы все работало без сбоев, с учетом, опять же, санкций, которые введены, паралича фактически всей западной границы с точки зрения торговых обменов. Здесь на нас особая роль и ответственность. Я вижу, что Амурская область очень активно развивается, очень активный грузопоток, пассажиропоток и очень огромные планы в Амурской области. Поэтому мы все видим, мы мониторим все операции, которые здесь совершаются, все пункты пропуска знаем, знаем текущие проблемы, своевременно реагируем. Еще один образовательный железнодорожный кластер появится в Преамурье. Он откроется в свободном в 2025 году на базе Амурского института железнодорожного транспорта филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Соглашение подписано в правительстве области. Документ был подписан в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В области уже открыто три образовательных кластера, где готовят специалистов для аграрной отрасли, РЖД и с этого года начнут обучать сотрудников для работы в индустрии гостеприимства и сервиса. Новая площадка в свободном будет ориентирована на железнодорожную отрасль. На создание учебной зоны и переподготовки преподавателей по этому договору планируют выделить 100 миллионов рублей. Соглашение дает как раз объединение усилий для создания материально-технической базы, вот этого кластера, да, для подготовки кадров для железной дороги. И акцент в этом соглашении, в этом кластере делается не сколько даже на специфические зонодорожные специальности, сколько, например, на энергетическую такую направляющую, потому что сегодня специалисты этой отрасли нужны везде. Кроме того, в соглашении проговаривается вклад опорного работодателя правительства Амурской области и организаций, которые они берут на себя обязательства в части программ МТБ и подготовки кадров. В Амурском техническом колледже свободного открыто обучение по специальности переработка нефти и газа, а в индустриальном техникуме Райчихинска токарь на станках с числовым программным управлением. Во Амурской области в разгаре приемная кампания. Как идет набор абитуриентов в среднеспециальные учебные заведения, Благовещенское узнавал наш корреспондент. 20 учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования, готовы принять амурских абитуриентов в этом году. Подать заявление можно на несколько специальностей, в том числе через сайт госуслуги. В правилах приема появилась категория поступающих, которые имеют приоритетное зачисление, то есть, по сути, без конкурса. Это участники СВО, те, которые принимали участие или принимают дети таких категорий, и дети медицинских работников, которые погибли в период COVID-19. Еще одно нововведение – целевое обучение. Работодателя будущий студент может выбрать на сайте Работа России. Хотя, по словам представителей учебных заведений, студенты не испытывают проблем с трудоустройством. По заявкам организации вводится дополнительное обучение. В этом году у нас новая специальность такая, как конструирование, моделирование, технология изготовления изделий легкой промышленности. Впервые мы в этом году открываем. Также у нас в рамках профессионалитета открывается такая специальность, как торговое дело. Ну и новая профессия, для нас она вроде как не новая, но это у нас продавец по квалификации, продавец-кассир. В колледже сервиса и торговли по четырем отделениям в этом году на бюджетное обучение готовы принять 500 ребят. Больше всего места отведено в специальности повар-кондитер – 75. Потребность Амурского общепита более 800 вакансий, говорят в колледже, специалистов не хватает. Также по просьбам работодателей в экономическую специальность введена квалификация-калькулятор. Кроме того, благодаря гранту в рамках программы профессионалитета этим летом корпуса колледжа капитально ремонтируют и обустраивают новые учебные классы. Это не просто учебные классы или кабинеты, это симуляция реальных производственных процессов. То есть, например, студент по профессии продавец-контроллер-кассир будет имитировать полный процесс обслуживания покупателя. Студент по профессии повар-кондитер будет моделировать полный процесс приготовления нескольких блюд по заказу гостя. А студент, например, по специальности туризм и гостеприимство по направлению услуги предприятия питания будет моделировать полный процесс обслуживания гостя, например, в кафе или в ресторане, от момента принятия заказа до пробития чека и оплаты. Это оборудование нам позволит полностью изменить учебный процесс и подстроить его под запросы работодателей. 425 бесплатных мест выделили в аграрном колледже. На данный момент популярны специальности кинология, пожарная безопасность. Больше студентов планируют набрать на ветеринарию и агрономию. Пока студенты разъехались по домам, здесь приводят в порядок фасад учебного корпуса, оборудуют классы. В этом году в учебно-производственном кластере по направлению сельское хозяйство у нас открыты новые зоны под виды работ, слесарная, операционная по направлению ветеринария, тренажер сельскохозяйственных машин и полигон сельскохозяйственных машин для специальности эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. Работы ведутся также в рамках программы «Профессионалитет». Как говорят преподаватели, это позволяет дать студентам максимально полезное и приближенное к реальным производствам образование. Большой плюс – участие работодателей в учебном процессе и предоставление рабочих мест для прохождения студентами практики. Благодаря такому взаимодействию большинство выпускников работают по специальности. Например, в Политехническом колледже трудоустраивается более 80% выпускников. В этом году мы по запросам работодателей открываем новые четыре специальности. Это подземная разработка, месторождение полезных ископаемых, гидрогеология и инженерная геология, эксплуатация беспилотных авиационных систем и обогащение полезных ископаемых. Кроме того, к 1 сентября здесь появится еще одна оборудованная мастерская по веб-технологии. Всего в колледже планируют набрать 375 абитуриентов на бюджетные места и 300 на платные. Популярностью пользуются горно-геологическое отделение и IT-сфера. Как рассказали в Министерстве образования Мурской области, контрольные цифры приема абитуриентов на среднее профессиональное образование обязательно синхронизируются с потребностями экономики региона. То есть колледжи не берут больше студентов, чем смогут трудоустроиться. В текущую приемную кампанию изменились контрольные цифры приема, то есть там, где мы принимаем на бюджет. В частности, по запросу сельского хозяйства, Министерства строительства, Министерства транспорта увеличились контрольные цифры приема на специальности для этих отраслей, на профессии и на специальности. И еще одно нововведение, на котором нужно остановиться, в 2024 году колледжи Амурской области набирают на программы профессионалитета порядка полутора тысяч человек. Это такие кластеры, как железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, гостеприимство и сервис. Приемная кампания в колледжах проводится до середины августа. Если на какие-то специальности будет недобор, то прием абитуриентов могут продлить вплоть до начала сентября. Ирина Батина, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Амурская областная станция переливания крови нуждается в донорах. Медучреждению необходимо пополнить запасы первой отрицательной группы. Большое количество заявок на биоматериал поступило от лечебных учреждений. Доноров с первой группой крови и отрицательным резус-фактором просят прийти на областную станцию переливания крови в ближайшее время. Прием ведется по будням с 8 до 12 часов. И к другим темам. 30, 40 или 50 лет совместной жизни в Благовещенске торжественно наградили супружеские пары, чья любовь преодолела все трудности и недопонимания. Медали за любовь и верность получили 12 семей. Медали как знак любви и крепкой семьи вручали супругам, которые прожили вместе более 25 лет. Учитывались также успехи в работе, общественной деятельности, воспитании детей. Большинство пар – заслуженные ветераны труда и военной службы. Алексей и Дина Беляковы за 30 лет совместной жизни воспитали троих сыновей. Говорят, крепкий союз помогают сохранять общие заботы и взаимопомощь. Так как все живем и ругаемся, и миримся, слушаем, слышим, стараемся слышать друг друга. Ну, где-то так, да. Ну и плюс, наверное, мы все время в заботах. То есть свободного времени мало для того, чтобы там развивать какие-то, как говорится, лениться не получается. Каждой семье также вручили частичку семейного очага, чтобы огонь оберегал и укреплял взаимоотношения супругов. Всего же медалями за любовь и верность наградили 80 семей со всей Аморской области. Около ста юных шахматистов собрал в Благовещенский этап Кубка России по шахматам. Столица области впервые стала центром таких детских соревнований. Свои способности показали ребята из Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Республик Саха-Якутия и Башкортостан, а также из столиц России, города Москвы. Как проходили шахматные партии, расскажет Дарья Крамарева. Предусмотреть и просчитать заранее ход соперника, знать ценность каждой фигуры, поставить шах и мат. На детском этапе Кубка России по шахматам Амурский берег играют совсем не по-детски. Участники сконцентрированы и настроены серьезно. Анна Щипина на соревнования приехала из Читы. Несмотря на юный возраст, у спортсменки больше 200 шахматных турниров, среди которых юношеские этапы чемпионата Европы и мира по шахматам. В соперниках только мальчики. Я уже занимаюсь 7,7 лет. Вообще, меня научил папа в них играть. Мне очень понравились они. Самая сложная партия была с Баратом Поляковым. Там было прямо сложно. Потому что мы играли на секундах, и судьи собрались уже. Это была последняя партия, там было сложно играть. Состязаются участники в классических шахматных боях. Всего 9 туров по одному на каждый день соревнований. На каждую партию 90 минут. Следит за игрой опытный судья из Приморья. Говорит, главное в детских турнирах – спокойствие и внимательность ребят. Из-за того, что разные категории, разные разряды у участников, конечно же, качество партии тоже разное. Соответственно, мы можем наблюдать, как очень интересные баталии, которые происходят у лидеров, особенно в старших возрастных группах до 15 лет. Также мы можем увидеть и некоторые карикатуры, которые происходят в группах до 9 лет. Поэтому действительно можно и порадоваться, и посмеяться, и восхититься некоторыми партиями. Судьи выберут трех победителей. Они получат медали и призы. А ребята, которые наберут максимум кубковых очков, могут попробовать свои силы в финале. Детский этап Кубка России – это такие соревнования, которые проходят по разным городам нашей страны. Они принимают участие в этих этапах, дети набирают кубковые очки. И потом по количеству этих кубковых очков они принимают участие в финале, в детском финале этапа Кубка России. Проводить детские соревнования Федерация шахмат и шашек Амурской области в Благовещенске планировала давно. Но заявку одобрили только в этом году. Теперь состязания станут регулярными. Кстати, в городском парке Благовещенска проходят бесплатные мастер-классы по шахматам. Занятия могут посетить все желающие. Дарья Крамарева, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Подробнее в следующих выпусках новостей. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok